Альхамду лиллахи ладзи би ниаматихи татимму ссалихат. Хвала Аллаху, по милости которого завершаются праведные дела. Альхамду лиллах, завершился месяц Рамадан, и мы радуемся этому дню не потому, что закончился наконец-то этот месяц. Нет, я думаю, что любой мусульманин, он опечален тем, что закончился месяц Рамадан. И он скучает по этому месяцу. Но мы радуемся тому, что Всевышний Аллах нам предоставил очередную возможность, очередной шанс еще раз поклоняться Ему и зарабатывать вот эти многочисленные щедрые награды, которые Аллах, субханнаху ва таля, обещал нам в этот благословенный месяц Рамадан. И здесь, после завершения месяца Рамадан, мы понимаем, что, да, Рамадан, очередной Рамадан нашей жизни завершился, но жизнь продолжается. И поэтому нам сейчас нужно знать, а что же после Рамадана? Во-первых, после Рамадана мы должны благодарить Аллаха, восхвалять Аллаха, субханнаху ва та'аля, за то, что Он нас наделил Исламом, за то, что Он нас наделил хидаятом прямым путем, дал нам свой тавфик, свое содействие, чтобы мы действительно в этот месяц Рамадан постились, простились, совершали кияму лейль. И только благодаря вот этим делам, намазу, посту, то есть соблюдению вот этих столпов Ислама, мы сможем зайти в рай. Поэтому мы должны благодарить Аллаха, что Аллах Всевышний нам дал возможность вот это все делать, дал возможность нам зарабатывать довольствие Всевышнего Аллаха и его рай. А после того, как человек покинет этот мир и встретится со своим Господом, и когда он увидит действительно на чаше весов своих добрых дел, вот эти добрые дела, когда ему с правой стороны придут вот эти писания, где записаны его свитки с его благими делами, он увидит вот этот свой ураза, свой намаз, и Аллах Всевышний позволит этому человеку в оттебра, и этот человек будет благодарить Аллаха. Аллах Субханна Хуа Тааля нам об этом в Коране говорит, говоря про обитателей рая, и они скажут, они скажут, хвала Аллаху за то, что Он нас повел прямым путем, и мы сами не пошли бы по этому прямому пути, если бы Аллах Всевышний нас не наставил на этот прямой путь. И в продолжении этого аята Аллах Субханна Хуа Тааля сказал, и будут взываться к этим людям. Они услышат этот зов. Этот джаннат, который вы, или для вас был унаследован, то есть вы заработали этот джаннат за то, что вы совершали. То есть только по причине наших дел, по причине нашего имана, по причине нашей богобоязненности, по причине наших вот этих благих дел и соблюдения выполнения вот этих столпов ислама, только благодаря и по причине вот этих дел мы сможем войти в рай. А мы только что сказали, что это милость Аллаха, то есть милости Аллаха вдвойне. То, что Аллах Всевышний нам позволил все это делать и приближаться к Нему, и совершать ради Него эти поклонения. И вторая милость, то, что по причине этих же дел Аллах Всевышний нас по Своей милости ведет, иншаллах, в райские сады. Поэтому нет сомнений в том, что мы должны за это быть благодарными Аллаху, субханнаху вата'аля, и возносить слова восхваления Ему. И при этом благодарность наша не должна ограничиваться только языком. Да, мы говорим «альхамду лиллях», но этим только ограничиваться мы не должны. Наша благодарность также должна проявляться в наших поступках. То есть мы должны делать шукар, делать благодарность. Как Аллах, субханнаху вата'аля, повелевая своему пророку Дауду, алейхиссалям, сказал, и не только Дауду, и всему его семейству, и умалю аля Дауда шукара. О, семейство Дауда, делайте, говорит шукар. Он не сказал «говорите», он сказал «делайте». Значит, шукар не только произносится языком. Шукар также что совершается нашими делами. И если мы будем благодарными Аллаху, субханнаху вата'аля, то вот эта наша благодарность, причина того, что милость Аллаха для нас по отношению к нам еще больше увеличится. «Ва изда адзана раббукум, ла ин шакартум, ла азииданнакум». И вот возвестил ваш Господь, если, говорит, вы будете благодарны, то непременно еще прибавлю вам. То есть если мы будем благодарить Аллаха, Аллах Всевышний нам еще даст эти многочисленные возможности и шансы приблизиться к Нему, заслужить Его удовольство и Его рая. Что же после Рамадана? После Рамадана мы должны просить у Аллаха, чтобы Аллах принял то, что мы совершали. И мы не должны обольщаться своими делами, которые мы совершили в Рамадане. Потому что все, что мы сделали, это по милости Аллаха. Это не наша какая-то личная заслуга. Это милость Аллаха. Если ты мог вот сюда приходить и совершать тарауих намаз, если ты мог стоять на кияму лейль и в длинных сучудах делать дуа, давать закат, молиться, поститься, то знай, что это все милость Аллаха по отношению к нам. Это милость Аллаха по отношению к нам. Поэтому мы не должны обольщаться этими делами. И должны просить у Аллаха, чтобы Аллах принял эти наши дела. В качестве примера можно привести Ибрагима, алейхиссалям, который вместе со своим сыном Исмаилем, алейхиссалям, они вместе возводили дом, Каабу. Мы все этот дом знаем. Сейчас мы все туда направляемся и совершаем к этому дому хадж. А более того, вот мы сейчас выстроены в ряды и будем совершать намаз по направлению к этому дому. Кааба, Мушаррафа. Вот это благословенный дом Аллаха, который находится в Мекке. Вот когда Ибрагим, алейхиссалям, строил, смотрите, что Аллах Всевышний говорит. Смотрите, Ибрагим, алейхиссалям, пророк, то есть он приближенный, любимчик Аллаха, по приказу Аллаха, строит дом Аллаха и при этом он переживает и просит у Аллаха, о, наш Господь, прийми от нас. Субхан Аллах. Если он, будучи пророком, по приказу Аллаха Всевышнего, то есть любимчик Аллаха, по приказу Аллаха, воздвигает дом Аллаха и при этом переживает и просит у Аллаха, чтобы Аллах принял, что уж говорит про нас. Поэтому раз мы действительно смогли поститься вместе с Рамадан, совершать вот эти многочисленные, достойные действительно поклонения, мы не должны обольщаться и должны просить у Аллаха, чтобы Аллах принял от нас эти наши дела. И мы должны опасаться, переживать, а вдруг Аллах не примет. Поэтому в описаниях верующих людей, сурату-му'минон, сура верующий, Аллах, субханаху, сказал, И те, говорит, которые дают то, что дают, то есть они выплачивают свой закат, отдают вот эти милостыни, и при этом их сердца, говорит, трепещут. То есть они испытывают страх, опасаются чего? То, что они, говорит, вернутся к своему Господу, они переживают, а вдруг эти дела не были приняты. Поэтому верующий, он между надеждой и страхом. То есть он должен надеяться, потому что отчаиваться в милостях Аллаха нельзя. Поистине, в милостях Аллаха отчаиваются только люди, неверующие. То есть мы не должны отчаиваться в милостях Аллаха, мы должны надеяться, но и при этом не обольщаться и должны опасаться, бояться, что Аллах вдруг не принял. Поэтому должны только к Нему обращаться и искренне просить, чтобы Аллах Всевышний принял. Хадисы, которые нам передают Аиша, рады Аллаху Та'ля, по поводу вот этого аят она спросила, о посанник Аллаха, а разве, говорит, в этом аяте речь идёт про тех, которые пьют вино, или те, говорит, которые воруют, то есть совершат вот эти страшные грехи. На что пророк, салаллаху алейху ассалям, сказал, нет, говорит, о дочце Сиддиха, не про них речь идёт в этом аяте. Испытывают их сердца страх, то есть трепещут их сердца, не про них, говорит, речь идёт. Речь идёт, говорит, про тех, которые постятся, которые совершают намазы, дают садака, и они переживают, боятся и опасаются, что Аллах от них не примет. И поэтому вот этот человек, верующий человек, который действительно опасается, что Аллах, если не примет от него эти дела, то есть он за это переживает, да, он надеется, и при этом переживает. Они, говорит, торопятся совершать благие дела и, говорит, опережают в совершении благих дел. То есть вот к чему это приводит. То есть страх, который не приводит к отчаянию, нет, который приводит к оставлению дел, нет. Страх, переживание, которое приводит или мотивирует, или побуждает этого человека ещё больше стремиться к Аллаху, субханаху ата'аля. Что же после Рамадана? Нет сомнения в том, что месяц Рамадан, благословенный месяц. И благодать, и всё благословение, весь баракад этого месяца в том, что за вот этот короткий срок, месяц, 30 дней, мы смогли заработать, по милости Аллаха, многочисленные награды. Особенно те, которые не пренебрегали этими днями, не пренебрегали этими ночами. То есть, отна ла и ла тал кадр, да, чего только стоит. То есть награды огромные. Это и есть баракад этого месяца. Но для тех, кто работал, для тех, кто усердствовал. Теперь после Рамадана, после того, как действительно, по милости Аллаху, мы смогли заработать вот эти многочисленные вознаграждения, награды, теперь наша задача, первостепенная задача, всё это сохранить и не растерять, и не потерять. Потому что мы можем всё это потерять. Даже несмотря на то, что их много, мы можем всё это растерять. Поэтому мы не должны терять то, что приобрели. Любой из нас, если бы он набрал бы мешок золота, вот этот песок, да, собрал его в мешок и пошёл бы. Кто бы из них захотел порвать этот мешок? Или чтобы кто-то там сделал дырку ему, чтобы пока он дошёл до дома, всё у него это рассыпалось. Да никто не хотел бы такого. То есть каждый из нас хотел бы, чтобы этот полный мешок золота дошёл до дома. Вот мы сейчас эти мешки заполнили ценнее, чем это золото. Награды, судный день. И до судного дня нам ещё идти и идти по дороге и ждут нас различные препятствия. Вот задача наша, чтобы наш этот мешок не порвался, не просыпались все эти наши вознаграждения. И здесь в качестве примера можно привести аят, в котором Аллах Субханна Хула Тааля говорит, хотя речь идёт про клятвы и про договорённости. Но обычно учёные приводят этот аят в общем смысле, чтобы человек не терял то, что он приобрёл. Аллах Всевышний говорит, «Не будьте подобны той умалишённой женщине». Слабоумная женщина жила в Мекке и она пряла пряжу. И после того, как она долго-долго мучилась, пряла эту пряжу, потом она что делала? Всё это брала и всё это распускала. Просто так. Слабоумная. То есть ей не хватает. Она сумасшедшая. И она так поступала. Аллах Всевышний говорит, «Не будьте как эта женщина». После того, как мы прилили в эту пряжу, столько работали, столько усердцев, не спали, голодовали, не пили воду, много чего отказывались. Ради чего всё это мы делали? Ради вот этих наград. Как можно после всех этих усердий взять и всё это списать на ноль? Поэтому Аллах Всевышний говорит, «Не будьте, говорит, наподобие этой слабоумной женщины». Также у нас есть хадис от Абиху Райры радия Аллаху тааля ангум. Хадис приводится у мусульман в других сборниках. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, спросил сахабов, «Атадру нам аль-Муфлис? А знаете ли вы, кто такой банкрот?» На что сподвижники сказали, «Аль-Муфлисуфина среди нас, говорит, банкрот — это тот человек, у которого нету дирхамов и нету, говорит, имущества. То есть, ну, нету мирского, так скажем, да? То есть, это чисто мирской подход. На что пророк, салаллаху алейхиссалям, сказал, «Поистине банкротом из моей уммы» — это тот человек, который придет в судный день. Бесалатин уасуямин с намазом, с постом. Уазакатин закатом. Но, однако, он бронил этого, обвинял в прелюбодеянии этого, съел не по праву имущества вот этого, пролил кровь вот этого, говорит, побил вот этого не по праву. И поэтому, говорит, ему будут, он будет отдавать, говорит, свои хасанаты. Он будет отдавать свои вот эти вознаграждения и награды, которые он с таким трудом здесь зарабатывал. Он будет все им отдавать. Потому что тот скажет, «Хорошо, давай мне 100 рублей. Откуда у тебя 100 рублей в судный день? Придется дать 100 хасанатов». И этому, говорит, хасанаты даст. И этому, говорит, хасанату даст. «Фанфанъят хасанату». А если, говорит, у него закончатся эти хасанаты, да, все, закончились благие дела. Закончились. Субханал. Он всю жизнь постился, всю жизнь намазы совершал. Закончились хасанаты. То тогда, говорит, до того, говорит, как произойдет суд над ним, говорит, у того человека, кого он обидел, у него будут забираться его прегрешения, его грехи. И будут бросаться эти грехи в этого человека, который их обидел. Так что этого человека самого бросит в адский огонь. вроде все делал, да, вроде бы старался, столько усердий, столько сил он приложил, и все напрасно, все растерял. Ули айазу билля. Поэтому из этого хадиса какой мы вывод делаем? После того, как мы заработали, сейчас наша задача сохранить. Не надо сплетничать, не надо клеветать, не надо бить, не надо ругать, бронить и так далее. То есть все это потери, это наши потери, то, что мы так зарабатывали с таким трудом. Пусть Аллах, субханаху, даст нам возможность все это сохранить. И дай Аллах, чтобы Аллах Всевышний после того, как нас наставил на прямой путь, дай Аллах, чтобы Он нас не сбивал с этого истинного пути. И дай Аллах, чтобы Аллах Всевышний дал нам возможность и дальше увидеть вот эти месяцы Рамадана, когда мы сможем действительно заработать эти многочисленные награды. И дай Аллах, чтобы все эти заработанные награды мы смогли увидеть в судный день начащий весов наших добрых дел И также в свитках наших правитных дел Баракаллаху ли и лакум фил Кур'ан العظим Нафа'ани вайякин би аяти и зикри الحаким Акулю ма тасмайум Ва астагфиру ллах ли и лакум Мин кул дзенб и хатия фастагфирух Иннаху хуал гафур ррахим